Что такое порождающие вопросы? Вы их задаете на протяжении всей бесплатной консультации вашим потенциальным клиентам. Кроме того, когда клиенты к вам приходят, вы их задаете еще и клиентам. Это вопросы, которые порождают человека к какому-то инсайту, к какому-то действию, делают какое-то глубокое такое открытие в самом человеке. Поэтому вы эти вопросы коллекционируете, вы их собираете. Например, что может быть примером порождающего вопроса? Например, это когда вы спрашиваете, как вы можете заработать за месяц столько, сколько вы заработали за весь прошлый год. У человека сразу включается такой механизм, когда он начинает думать, о боже, за месяц как можно заработать столько, как за прошлый год. То есть вы прям глубоко очень попадаете. Это всегда открытые вопросы. Или такой вопрос, какой должна быть наша встреча, чтобы вы ушли с этой встречи счастливым? Или вопрос, какой мы бы могли бы себе дать совет себе прошлому 5 или 10 лет назад? Ну то есть еще раз, это глубокие вопросы. Желательно их собирать, желательно их заготовить. Заготовить их можно там 10-15 вопросов именно по вашей теме. По теме призвания или по теме, я не знаю, беременности. Или по теме, я не знаю, чем вы конкретно занимаетесь. Либо вы коуч, либо вы психолог, либо вы эксперт в какой-то своей области. Но вы находите вот эти глубокие порождающие вопросы, интересные вопросы, либо в интернете, либо в сообществах, где сидят ваши потенциальные клиенты. Либо я вам всем очень рекомендую книгу Роба Фицпатрика «Спроси маму как». И там у него еще есть название, что-то там, как найти клиентов или что-то такое. Но спроси маму как, Роб Фицпатрик. Поэтому ищите эти вопросы, собирайте эти вопросы, коллеги. Они помогут вам, и самое главное, они помогут вашим клиентам действительно копнуть очень глубоко в себя. И клиенты, как правило, покупают ваш коучинг или покупают ваши услуги только после того, как вы задаете им именно вот такие глубокие вопросы. Они очень это ценят, особенно когда вы слушаете ответ на этот вопрос. Потому что ответ на этот вопрос для вас будет удивительным. Потому что вы еще раз копнете очень-очень глубоко в клиента. На сегодня все. Всем ромашек! Продолжение следует...